Мир вашему дому. Добрый вечер. Мы приехали сегодня. Как же я рад вас видеть. Сначала видел вас на ютубе. Так, минутку. У нас все записывается и выставляется в интернете. Вы не против? Нет, не против. Все, слушай, говорите. Значит, первое, у меня там много вопросов, но я, вы понимаете, что оставил список на работе. Я же не думал, что сегодня у вас получится с вами общение. У меня много вопросов, где-то штук 12. Такой, батюшка, первый вопрос. В Библии написано, никого не называйте отцом на земле, ибо един Господь на небе. Но, тем не менее, везде, и в храмах, и в монастырях. Облазовите отец такой-то, облазовите отец такой-то. Я этого не понимаю. Библия же четко говорит. Украина. Так, слушайте, я буду тогда отвечать вам. Да. А вы как-то записывайте себе, потом вы в этот ролик посмотрите. У меня не совсем ладно со скайпом пришел я. Вас, может быть, не видно, но голос будет слышен. У нас съемка идет. Вот так плохо, сильно освящено. Значит, отцом не называйте никого. Да. Кажется, все ясно. Да. Апостол Павел говорит, у вас отцов немного, ибо я родил вас благорестованием. Он кто для них? Вот и все. Понимаете, неправильное понимание Писания рождает скудоумие сектантов. Они берет один стих. Егова, Егова, Егова. Все, еговисты образовались. Суббота, суббота. Все, адвентисты седьмого дня. Они не понимают слова ни Егова, ни другие суббота. Здесь говорится, как родоначальник чего-то, либо. А мы не являемся таковыми. И когда говорится, Авраам родил Исаака, перечисляется уже в Новом Завете. Ну, кто Авраам для Исаака? Отец. Как не называть? А как его поиначе назвать-то? Исаак родил Иакова. Иакова, двенадцать сыновей, Иуду. Кто они друг другу? Отцы. Естественно, и апостол Павел, и все обращаются. Отцы, братья, зачем обращаются? Отцы. И наши отцы, и от них Христос, сущий по плоти. Отцы. Отцами называют предков своих. Значит, называться можно, но соответствовать этому нужно. Если говорится, я родил вас, Исаак родил. И здесь Павел говорит, я родил вас. У вас, говорит, тысяча наставников, а отцов немного. И поэтому те, кто сегодня в монастырях всюду называются отцами, они не являются отцами. Святая. Это фишка. Как, допустим, Бог говорит, свят Господь Савов, свят. А теперь в сравнительной степени святее. А превосходное святейший. Так вот слово святейший встречается в Святой Библии только два раза. И пишет Иуда, говорит, назидая себя на святейшей вере вашей. Вера христианская святейшая. И в неканонических книгах говорится на святейшем месте сия, о храме. И вдруг патриарха называет, ваше святейшее святейшество. С чего ради? Это святее Бога разве? То есть он никак не может быть святейшим. Перед кем святейший? Грешнейший ты можешь называть, а святейший нет. А это на каждом шагу. В то время, как везде и всюду апостол Павел говорит, избранным святым. А там все. Там бывают их апостолы. Вы что там пьете-то? Фанту. Вам это не повред? Вот вам ответ. То есть называется можно, но нужно соответствовать этому. Второй вопрос. Что касается животных. Значит, ну, человеческая душа, это понятно. Она является бессмертной, и выбор за человеком. А что касается животных? Как у них? Нет души, только тело. Душой называется то, что является кровь. Жизнь. Кровь вытекла, жизни нет. Души нет. Человек дуалистичен, не тройственное. Душа и тело. Иногда душа называется духом. И только в двух местах говорится дух, душа и тело. В данном случае дух означает настроение. Веселый дух в человеке, печальный дух. У скотина нет ничего. И дух его вон. Вон. Вышел и из чего нет. Упало. Но в вечности, в царстве небесном, будут все виды животных, как в раю. Тварь ожидает усыновления сынов Божиих. И сама будет освобождена от рабства тлению. Постание кримином, Павел пишет. Хорошо. Спасибо, Господи. Что касается сновидений. Являются иногда в сновидениях голоса. Таистыные голоса. Они подсказывают. Кто это может быть? Кто это говорит? Сны бывают трех видов. Первый от Бога. Как было это считаемо у Иосифа, у Даниила, у других. Сны от Бога бывают. А бывает от дьявола. Дьявол завевает. И поэтому на исповеди священник спрашивает. Не верил ли снам? Верить нельзя. А как вот увидел? И узнать, от Бога или не от Бога. Иоанна Касьяна очень определенно говорит. Если ты видел крест распятия, это непременно от Бога. Сатана крест показать не может. Он может Христа показать под видом Христа. Это не Христос. Даже Божью Матерь явление является. Но крест никогда он не может показать. У него нет материала. Крест это любовь. А у него его нет любви. Крест это смирение. У Сатаны нет смирения. И третье бывает. От переедания и забот. Ой, как это будет? Да как это что будет? И человек, вот и написано у Сирахова, там 34 глава, он проводит как наяву. И вон бежал с поля сражения и проснулся и не может надевиться, что ничего этого не было. Сон это загадка. Но он трех видов. Вот я вам объясняю как. И разгадывать сны запрещено. Никакие сонники не помогут. Я вот видел, сон с Христом. Значит должен принять его как от Христа. Но не толковать. А помолиться, пойти или к священнику, или кто там у тебя есть, духовный наставник. Спросить, а что он может означать? Как правило, сон от Бога предупреждает об опасности. Чтобы ты предохранил себя, был внимателен. Как мне к вам обращаться правильно? Я Игнатий Тихонович. Хорошо. Игнатий Тихонович. Следующий вопрос. Антисемитизм. Православие. Я еврей православный. Это редкость, конечно. Вот мне пишут с Израиля в скайпе. Все, я не могу их терпеть. Ну там, ну что-то вот там в основном я вижу. Я не пойму, кто они. Вроде бы за Христа и тут же общения такого теплого нет. Что значит антисемитизм в православии? Откуда он взялся? Почему считают, что евреи виновны в расставке Христа по сей день? Я православный еврей. Я вам отвечаю. Люблю подключать монастырь. Когда я беседую с людьми и говорю, вы хотите быть благословенными? Конечно. Вы знаете, напротив, в мире все напротив. Свет, тьма, добро, зло. Благословение, проклятие. Это у Бога так уже сделано, чтобы люди, говорят, предложил огонь и воду. И добавляет, предложил жизни и смерть. И еще добавляет, а зачем вам умирать? Так вот, я говорю, вы понимаете, что такое благословение? Это послушная жена, нормально в семье, дух веселый. Ты всегда благодаришь Бога. У тебя есть настоящие враги, настоящие друзья. Это ты благословенный. Да, хочу. От начала благословения никогда не проклина евреев. Это я всюду, везде проповедую. Никогда, никогда, нигде, никак не проклинай. А написано, благословляющий вас будет сам благословлен. Евреев благословляют, чтобы они познали истинного Мессию. Так они обобрали Россию, там, Щубайса, Абрамовича. Я не оспариваю, так и есть. Они сами об этом говорят. Но ты благословляй. Второе, последнее благословение, а остальные между ними. Это Малахия. Вы обкрадываете меня, Господь говорит. Не платите десятину. Платите десятину. И Бог, говорит, отверзу вам небо. И будете благословлены. И добавляет проклятием. Вы прокляты весь народ, что не платите десятину и приношения. Значит, начало благословения. Никакого антисемитизма не может быть. Это дурь. Дурь, которую надули нам и к чему мы пришли. Я встречался в жизни неоднократно с евреями. Работал с ними. У меня в помощниках, может быть, одни из самых близких евреев. Для многих удивление. Как это, еврей? Ты православный. Не знаю. Бог делает. Я благословленный у Бога. И они это знают. И если на евреях будет летогонение, мой голос будет только в защиту их. Спасибо, Господи. Вот приехал еврей. Они показать его мне хотели. Вот евреям там, баптистам. Он у меня побыл часа, может быть, три. И стал православным. Сейчас батюшка православный. Отец Наум Израилевич. В Дбилиси у патриарха служит. Мой крестник. Я его отвез в Москву. И мы нашли там в Переделкино храм Филиппа, мученика, митрополита Филиппа. И там он крестился в полное погружение. Вот он меня всегда, когда зовет, то всегда отец Игнатий. Я для него действительно отец. Он в моем доме духовно родился. Я его питаю. И когда бываю во Фрунзе, литургии, он меня сразу в алтаре. Я перед народом выхожу и проповедую. Хотя я не священник, а честец всего лишь. Ифриктор. Следующий вопрос. Написано от Луки. Вот не помню, глава шестая, по-моему, написано. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Как это понимать? Все, что у нас есть, это не наше. Бог дал. И этим богатством нужно приобретать. Накорми, напои нуждающего, посети больного, дай добрый совет. И вот то, что у нас Бог дал, это богатство, чем мы обогащенные. И Господь говорит, когда закончится эта жизнь в вечности, они примут вас в небесной обители. Они будут ходатаями нашими, эти люди. И будут говорить, Господи, он нам помог, прими его в обители вечные. Господи, да прости ты ему, он так много сделал добра, из нужды нас вытащил, мы погибали. Почему так люди любят Николу Чудотворца, а он бедным помогал всегда. И вот для нас дается пример. Ты обмани свою плоть, не доешь это, не допей, не доспи, работай на двух, на трех работах. И Господь обильно тебя благословит. Да будешь ты благословен у Бога. Ругают правителей, там, Путина, какого-то рабина, ты никогда не прислоняйся к тому. А ты услышал, и может так и действительно они такие, а ты помолись, воздохни, поплачь, встань ночью. Склонись с днем перед Богом, и на душе у тебя будет легко. Очень давно, еще я не работал, где-то был 98-й год, нет, это был 89-й год, я расскажу вам одну интересную историю. В этой комнате у меня два иконостаса, и там еще в той комнате есть. И однажды, вот я не помню, это было наяву или это было перед пробуждением, и я увидел Богородицу в своей комнате. Я увидел в Красной Порфире. Это были сумерки еще перед рассветом. И вот здесь она стояла возле, икон не было еще туда у меня. И вот она стояла и смотрела на меня таким, в принципе, не знаю, Я сейчас стихотворение прочитаю. Гостя из рая. Майским рассветом в квартире Дива случилась. Божия в Красной Порфире Дева явилась. Дева глаза и спокойные, и бессуетные, карие, мило, добротные, очень приветные. Тихо-таинственно смотрит платья святая. Издалекого, как звонят гости из рая. Свечи иконы в квартире Божия, милость, мати, Флотистая Порфире с неба спустилась. После того, у меня через полгода появилась работа. И все как-то пошло, наладилось. Вот что, как это. Такое чудо дивное было. У меня сейчас работа очень хорошая. Я занимаюсь оптическими очками. Посуда из глины. Это все пока на рынке в городе Смирь. Я с украинцем. Вы понимаете, после того, как это все так по маслу поехало, но я тогда еще только-только приходил к Богу. Я пришел к Богу через аварию. Потому что я был тогда действительно таким нехорошим. Вот сейчас возле меня старший брат Александр. Часто мы ругались. В общем, далеко было тогда до Бога. Но постепенно-постепенно мне стало осенять. А давай вот утром выучи, отче наш. Читай его. С этого все начиналось. Постепенно. За 10 лет. 10 лет я вот так постепенно-постепенно выучил псалмы. Но вот сейчас читаю каждый день Библию по 3 листочка. Да, у меня очищается совесть. То есть, если меня какие-то нечестивые трогают, допустим, ну, стараются чем-то там меня задеть, я как пчела от дыма от них убегаю. То есть, я это все прекрасно понимаю. Это как лающие псы я где-то прочитал. То есть, уже вот этот ярость, гнев, они отходят. Это очень здорово. Библище это великолепно. Им иногда было тяжело. Устал. Но вчера я приехал, спасу, но привез. Я очень устал. Но тем не менее, 3 листочка прочитал. Потому что, ну, это сейчас раздел хороший. Я сейчас нашел раздел и Закиля. Там, в общем, что, как поступить с беззаконниками. Что ты действительно должен бороться за него. Ну, в общем, есть там. Сейчас скажу, какая глава. У меня там есть на ВКонтакте, в Одноклассниках. Сейчас вам почитаю. Мне очень понравилось. Я размещаю часто на Фейсбуке, ВКонтакте, на Одноклассниках. Я размещаю эти вещи. И вот я сегодня разместил. И языки 3, 18. 3 глава, 17 стих. Когда я скажу беззаконнику, смерть и умрешь. А ты не будешь сразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его. Чтобы он жив был. Кто беззаконник, тот умрет. Он умрет в беззаконии своем. И я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой. И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведником, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Ну тут еще дальше есть. И вчера я с одной женщиной, которая посуду мне в Черкассе продала, я столкнулся с ее мужем. Он говорит, прицепился ко мне пьяный беззаконник, и надо было, конечно, ему морду набить. Я говорю, подожди, как это набить морду? Ну то есть у нас спор пошел. Я говорю, Бог есть любовь. Найдите такие пути, чтобы как-то, ну я не знаю, уйти от него. Не получается уйти, ну как-то по-другому вразуметь. Потому что это значит бить в образ Божий. Я никогда в жизни человека не ударил в лицо. Я не могу. Вот это такая вот вчера была история. Так что тут нужно вам какой-то ответ? Тут все понятно. У меня еще один вопрос есть. Очень много протестантов есть толковые женщины. Значит, она пастырь, пастырь евангелистов. Она проповедует на сцене. У нее там группа людей есть. У нас тут люди от завода ДКСМРЗ. У нее получается, да. Но Библия говорит. Женщина в храме, да молчит. Я об этом говорил. Но мы на этой почте с ней поссорились. Ну действительно, она Библию знает, она проповедует. И как вот это тоже понимать? А она не в церкви. Вот и венитет. В церковь только католики, православные, григорияна-армяне, копты и сирийцы. Все. За пределами этого, то, что нет священства эпископата. И поэтому она не в церкви. И она ведет себя этим самым поведением, показывает. А она сама вне церкви и проповедует не в церкви. Так что претензий к ней нет. В храме она не может проповедить. В храме Божьем. Что вы скажете за крещение младенцев? Как я с этим не согласен? Какое ваше мнение? Видите как. Я этого не понимаю. Но я вам отвечу. По счастям. Все ветхозаветие было тенью будущих благ. Это вы считали, да? Апостол Павел говорит. Ветхозаветний ягненок указывал на агнца Христа. Вот, говорит, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна 1.29. Если не знать ветхозаветные жертвоприношения, то трудно понять будет, почему Иоанн Креститель назвал Христа агнцем. Он берет на себя грех мира. И все ветхозаветнее, все абсолютно указывало на вечное новозаветнее. Суббота указывало на воскресенье. Ковчег указывал на Божью Матерь. Скрижали на Христа. И вот здесь, когда мы считаем, то мы должны понять, о чем речь идет. Ветхозаветнее обрезание. Что оно было? Отвержение ветхого человека. По их пониманию, это заключался завет с Богом. Пока не обрезан, он не считался иудейским полноправным членом. Если душа не будет обрезана, тогда истребится из народа своего. Это было смертельно опасно. И обрезан будет восьмой день. Спрашивается, восьмидневный еврей, он что, больше понимал, чем восьмидневный христианин православный? Нет, конечно, ребенок оставался ребенком. И они спрашивали о том, а так он же ничего не понимает, зачем его резать? Ну, вырастет, пусть обрезается. Так не рассуждали. Это повеление Божие. Наши рассуждения, они заводят нас очень далеко от Бога. Так вот, в послании к Колоссинам апостол Павел говорит так. «Вы обрезаны, обрезанием нерукотворенным, запятая, совлечением греховного тела, плоти, будучи крещены, крещены крещением Христовым». Обрезание указывало на крещение. Вот прямо, прямой стих, прямо об этом говорится. Если прямо называют, что обрезание указывало, то, значит, и вопрос сразу снимается. Кроме того, в крещении прощаются грехи. У сектантов у них так. Обещание Богу доброй совести. Первое Петра 3,15. Они больше ничего не указывают. У нас, у христиан, прощение. Они в это не верят, сектанты, они не верующие. Апостола Петра спросили. 2 глава, 38 стих. Деяния апостолов. Что нам делать, мужи-братья? Он говорит, покайтесь на пальцах, показываю вам, смотрите. Покайтесь, запятая. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для чего крестится? Для прощения грехов. Запятая. И получи дар Святого Духа. Деяния апостолов, 22,16. Приходит Анания к Савлу и говорит. Брат Савл, что ты медлишь? Встань, запятая, крестись и омой грехи твои. Где грехи омываются? В крещении. У сектантов там ничего нет в крещении, кроме обещания Богу доброй совести. У них в покаянии. И поэтому у нас крещение детей на своем месте. Дело в том, что всех подряд крестят, это неправильно. Вот об этом Осипов Алексей Ильич очень хорошо говорит. Что, кого я крестил? Крестил, крестил, то Смирнов говорит. А то не Осипов, Смирнов говорит, отец Дмитрий. И никого нигде нет. Мальчики стали такими-то, девочки такими-то. Понятно, на что намекают. Так что, если оба они верующие, вот нехорошее слово есть такое, воцерковленное, это дурное слово, очень худое. Вот. И поэтому уверовал человек во Христа, принял Христа своим спасителем, впустил Христа в свою жизнь, вот теперь оба они ходят, причащаются, члены Церкви Христовой, православной. Им надо крестить. А если веры нет, зачем? Это обман. Родители должны учить ребенка. Восприемники крестные должны заботиться о нем, может, больше, чем родные родители. Так что, относительно крещения, речь идет не о том, можно или нельзя, а о том, что кого. Вот у нас крестят, когда все сознательно обратившиеся. А они веруют. У них крестят. А со стороны приходят, а у нас никогда не крестят. Надо, чтобы человек засвидетельствовал. А в церкви как? Плати деньги, любого отпоют. Любого. Сыгание приносят. У нас нет только тех, кого знали. Вот родной брат у меня запил при смерти. Мы рассуждаем, если он сейчас умрет, как его хоронить? Да никак. Никак. Просто похоронили и все. Он не верит, он всего отрекся. Вот и все. Вопрос такой, а должны ли при храмах быть платные как это требовать, да, требуют украинские? Это написано Симония. Симон Волх говорит, дал денег, привез апостол, вы говорите, дайте мне это дар. И он ему отвечает, погибель тебе это. А сегодня за деньги в церкви все делается. Христос никого пальцем не трогал, только торгашей. Сплел бич и зверевок и всех изгнал. А без торговли сегодня, без церковного бизнеса они не проживут. У них непрерывно деньги, деньги и деньги. А у нас вот храм, у нас свой, православный, но мы от русско-православной зарубежной церкви. Ну, те, которые вошли в московский патриархат с этой, каноническое общение. У нас нет торговли, ни рубля. У нас не ходят с тарелкой, ничего этого нет. И сидит ящик, добровольное пожертвование, пришел, положил, но каждый платит десятину. Все. Вот за десятину я хочу уточнить, как правильно ее платить. Ну, десятую сейчас, сто рублей десятку. Ты еще заработал, значит, сотню. Заработал, и сразу отнеси к священнику. Я не о том. Тут же можно помочь и животным. По базару, где работают белые голодные животные. Собаки, там, коты. Это же тоже считается десятими, или нет? Нет, не считают. Никак. Вы не обязаны о них заботиться. Они должны уничтожаться. Бродящая собака должна быть уничтожена. Если у нее нет хозяина. Это во всем мире так. Это не у нас только. Их отлавливают, шубы шьют. Вунты летчикам. А зачем это так? Вы хотите, если правильно поступать, книга Тавит, первая глава, восьмой стих. Он платил три десятина. Одна непременно принадлежит священству. Вторая, если ты хочешь там, для храма, там, что-то строиться. Это вторая десятина. То есть от тысячи, теперь уже двести. И третья, на нуждающихся, на многозетных, там, болящих, вузы кому-то помочь. Ну, вот такое. Все. у меня теперь самый главный вопрос. Смотрите. Хорошо. Я дам по десятину священнику. Посмотрите, что творится, что происходит. Строятся бесконечно храмы, 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 храмы. Возводятся храмы. Что я заметил? Да, они, конечно, помогают обездоленным, но очень, очень, очень скудненько. Потому что я привел в наш милиционерский храм одного товарища из села вообще без рук. Ну, ему когда-то комбайн оторвал руки. Ну, что ему дали? Ему дали всего 100 гривен. Ну, это, ну, что 100 гривен? Ну, это сколько получается? 100 гривен это 5 буханок хлеба почти. И вот, как-то так, тоже несешь, и непонятно, куда деньги идут. У них же все-таки за год, допустим, но может, это не мое дело, но я задумывался, куда идут те деньги, которые приносят пожертвования люди. Я слышал на Ютубе ваши проповеди, что они покупают машины и так далее, вы были против. Да, я слышал эту проповедь, мне очень понравилось. Но, я же не знаю, куда эти деньги пойдут. Я вам ответил. Я не уверен. Десятина принадлежит священству. Но если ты уже видишь, что он совсем не туда идет, ты должен прийти и прямо сказать, батюшка, хотя я и причащаюсь у вас, но десятину платить совесть не позволяет. Я вижу, вы ее тратите не туда. Давайте договоримся, как. То есть, ты должен через это добиться от него чего-то. Вот у меня брат родной священник. Мой, протоиерей, родной брат. Он на 5 лет моложе меня, еще из меня он пришел к Богу. Я для него являюсь отцом. А он меня причащает, он для меня. И вот у него овечек там 100, больше. Он в деревне живет. Он сам все работает. Жена там старший агроном. У них все есть. С тарелкой ему ходить не надо. Но у меня заповедь. Я десятину, а у меня минимальная пенсия 6500. Ну и переводи там на гривну, то еще будет. И я в январе за весь год ему сразу вперед отдаю, чтобы не быть должен перед Богом. Когда я уверовал, я уже попутно о десятине сказать. В 1962 году было, это 27 сентября. И там сколько-то маленько время прошло, и мне про десятину пришлось просчитать. Я очень ревностный такой был. Работал на корабле в высшем мореходном училище в это время. И я решил, буду платить 9 десятин. И вот 53 года я прожил так. Тысячу заработал, 900 отдаю. С 1900. 53 года так прожил. И поэтому я работаю всегда на двух-трех работах. Выработка у меня на строительстве там 280-300 процентов. Мне хватает. Хватает. Я печник, свободное время, зарабатываю, две печи в день выкладываю. Понятно? Я благословенный во всех отношениях. Другие. А чего ты хвалишься? Так есть чем хвалиться. Милости в Божии. Что Бог меня так побудил. Это не я, это благодать Божия. Благодать. Вот мы сейчас только вернулись сегодня. В деревне были. И мы там помогали. Три пруда восстанавливали. Наняли бульдозер. Но учитывая, что у меня 6 тысяч пенсии, что я могу сделать? Эти двое ничего не получают. Парни, вот стоит Никита и Володя. Никита вот с Борисполя приехал сюда. Покажись, Никита, поближе. К нам жить. С Украиной. Поговори с ним пару слов. Мир вам. Як пожива наша ненька Украина. Страдают люди. Страдают, потому что Бога не знают. Страдают люди. Мучаются. Ясно. Но все почему-то все почему-то склонны недовольствием правительства. Так вот я хочу закончить. Смотрите, вот мы работали, наняли бульдозер сами. Без деревни отдельно. Он проработал восемь дней. Пришлось нам заплатить сто десять тысяч. Ну, вообрази, а пенсия шесть. Ясно дело, что у них ни рубля нет, у них где-то. Дальше решили, рядом, у которого пруда в деревню въезжать. Невозможно, какая ямами слякать. Машина любая увязнет-то. Все завалили, песка купили. Песок привезли на восемьдесят тысяч. Сейчас щебнем заваливать. Еще отдали двести тридцать семь. Это минует деревни. Деревня ни при чем. И мы работали с темна до темна. Нас никто не поймет. А чего вы так убивались? Мы христиане. Мы хотим, чтобы другим можно было легко жить. Легче. Лучше. По Украине мы позапрошлом году проехали вдоль и поперек. Мы были в Киеве. Мои книги у меня 38 книг вышло из печати. Они находятся в Киевской национальной библиотеке, в Парламентской, в Харькове, Николаеве, Одессе. Мы весь Крым прошли по диагоналям и по периметру. Во всех городах я везде дарю. И мы прошли от Владивостока до Лиссабона, Португалия, Скандинавию, Прибалтику. 500 городовых сел за 4 года я везде. Вот только за 2 года подарил на 7 миллионов 150 тысяч. 50 лет я копил материалы, учился день и ночь. 9 лет просидел за компьютером 30 часов и даром отдаю. Ну, которые в частные руки где-то там, в часть продаю. Там это 9, 10, 9 из тысячи экземпляров. 900 я отдаю бесплатно библиотеке в разных местах. Кто меня заставляет? Придурок, больше никак не назовешь. Идиотом называют. А мне это радостно. Я вижу, как люди меняются. Вот я начальник детского лагеря 44 года. Основатель его. Без помощи государства тысячи детей подняли. Знаете, сколько друзей, ну и сколько врагов. Это не мое, это благодать Божия. Человеку это нельзя выдержать. Один год у меня три уголовных дела против меня воздвигли из-за детей. Избиваем там, мальчики спят с девочками. Суд прошел, ничего нет. Все проиграли. Заплатить, по телевидению опубликовать, опровержение. Ничего не было. Ну, сатана. Значит, чего там мы стоим, если и священники лютуют против нас. А я обязан молиться, благословлять. У меня нет ничего, но у меня есть то, чего у них нет. Любовь к Богу, к Святой Библии. В моем доме сколько сектантов пришли, стали православными. Мы были, прошли Турцию, шесть мусульманских республик, три раза в Чечне, в Грозном, в других городах мои книги, там в библиотеках. Там нельзя ездить, головы режут. А мы ехали, нас как родных встречали, в доме мулы ночевали. И беседа выставлена в интернет. Это грамотные люди, работящие. Вот в Турции мы были, какие они работники. Мы там 12 часов на ветру были, тысячи людей, тысячи, тысячи услышали о Христе и увидели. У них нельзя. Бог, мой Бог. Надо, чтобы вы посетили наши места. Тут люди такие беззаконники, такие безбожники. Рядом с нами, я живу возле вокзала, узнала станция имени графа Бобринского, Четкарская область. Очень опасный перекресток здесь. Я пришел, сейчас выборы, я пришел к властям и говорю, товарищи, тут так и так убивают людей. Я хочу предупредить вас. Так они перед выборами что сделали? Возле школы лежачие полицейские сделали, возле техникума. А тут никто не хочет делать. Мне как интересно. Вот относительно этих лежащих полицейских. Меня спрашивают, ну если бы вас избрали президентом, что бы вы сделали? В первую очередь срубить всех полицейских. Чтобы ни одной, нигде это не было пахостей, жили без них. Дети люди спать, а машины прыгают и прыгают. И давят нисколько не меньше. Это выдумка. Это вредно. Мы проехали столько зла, натерпелись, как бросят. Рессоры пришлось менять. Но знаки же есть. Они же предупреждают, что там полицейские. Вот и напиши. Напиши и за это взыщи. Скорость 5 километров, сколько он ходит. И больше не надо. Фиксируй его, лови, штрафуй его 70 тысяч. Они же летят, рынок рядом, они же летят с такой скоростью. Я иду смело по перекресткам, но они же летят. Не будут. Мы были в Эстонии, везде. Красный свет, полное молчание. Вот один писал, советский офицер, там был в Германии, ну и говорит, красный свет, я посмотрел, никого нету. Ну я тогда быстрее перейти. А немецкий школьник то стоит, говорит, он русский, он говорит, давай, давай, быстрее. По-русски кричит, видит, что советский офицер. У него порядок. Красный, значит, замерло все. Никого, полно машин, ему разницы нету. Загорелся, тормоза. Мы не привыкли к порядку. Мы были в Эстонии, там ученики все это соблюдают. У нас нету возмездия за преступление настоящего. Да, гуманное, гуманное все. Я хочу сказать вот что, может вы когда-то посетите наши места? Нет, теперь мы, я уже никуда не поеду. Нынче у нас миссия была на север Мурманск, Карское море, там Кареллофейно, Смоленск. Я уже не поехал, дома был. Почему? Мне 77 лет будет скоро. Я свое отъездил. Мы прошли все, я проехал по Америке от океана до океана и везде пришлось свидетельствовать. Здесь, я говорю, Владивосток, порт находка, Тихий океан и до Атлантического прошли. Италию, Афины, переплыли, дальше Франция, Германия, Испания и везде встречали люди. И везде приходилось проповедовать, говорить и в национальной библиотеке, в Королевске подарил свои книги. Теперь они и в Ирландии, и в Шотландии, и в Великобритании. Видите, я положил себе это на сердце. Я должен это сделать и все выполнил. Господь сделал. Начались люди, которые могли, купили свою газель и нет денег. Денег совершенно нету. Нету. И Бог так сделал, что все выполнили. А только за одно путешествие мы потратили 440 тысяч. 51 рубля. Пока я не забыл. Значит, вопрос такой. Должна ли паста православия, наше место, как бы активно участвовать в жизни города? Доброе дело. Я пришел благочинному и сказал, у нас тут есть, ну, есть. Я сказал, вот так и так, смотрите, значит, в автобусах зимой печки не топятся. Люди замерзают. Значит, нарушения на перекрестках. В магазинах хлеб выдают грязными руками. Ту же день и бьет и ту же выдает. Принимают хлеб грязными руками. ну, что-то ж надо делать. Я ответ не услышал. Я говорю, давайте соберем людей на площади. Давайте будем работать с гаищниками, чтобы как-то это все пресекалось. Ничего не сделано. Ничего. Епископ Сафроний у нас, я сказал, он сказал, однажды, была проповедь после, праздник был в Матронском монастыре у нас тут. И он сказал, а, я храмы строю. Это давно было. Я строю храмы, вот, а вы, значит, занимайтесь своими. В общем, я понял, что никому это не надо, но я не понимаю, почему. Ну, тяжело же одному это все как-то так организовать. Я говорю, давайте организуем, предназначим телевидение, прессу. Давайте как-то все, ну, что-то ж надо делать. Я думаю, ничего не делается. Ничего не делается. Видите, в любом вопросе мы должны предвидеть примерное окончание. Вот вы путем, каким делали, ничего не сделать, вам правильно говорят. И ничего не надо там делать. Нужно человека формировать другого. как говорит патриарх Кирилл, переформатировать его сознание. Проповедь, Евангелие. И тогда меняется все. Я неоднократно был на конгрессах, разных коллоквий, мог меня приглашать выступать. И я говорю, главное у нас объединяющая идея, это дети, воспитанные во Христе. Вот куда надо вкладывать капитал. И ребенок этот, а значит, не будет продажный депутат, не будет оборотней полиции и милиции. Это будут настоящие священники, не крохоборы, не взяточники-продавцы, не подкупные судьи. Все будет по-другому. Начинать надо отсюда. И в это вкладывать. И я в это вкладываю 44 года. Все, что у меня есть. И я вижу изменения в людях, где проповедую. Вот он был, парторг моторного завода у нас. Теперь его избрали мэр города. Мэр входит в лучшую десятку мэров России. И мы с ним близкие где-то. Вот я нахожусь в детдом, это я выиграл его. Я после освобождения в 86-м, последний раз я освобождался. И реабилитированный теперь. И 11 лет шел в суд за конфискованную у меня фонотеку. И я его выиграл. И рассчитывается нечем. Государство рассчиталось двумя домами, где мы молимся. И мэр приезжал здесь. И мне говорят, вот вы им верите, а они вас душили, они вас сажали. Я говорю, я вижу глаза людей. Я в разных университетах вел занятия, я много с людьми общался. Я вижу в них изменения. Мне люди не верят в это. Да какие изменения? У него теперь столько этих заправочных станций. Я на это никогда не должен смотреть. Не должен. Мне это не касается. Ему дано. Пусть делает. Я начинаю изнутри с ним работать. Вот я беседую. Главный банкир – еврей. А что с евреем возьмешь? А он мне помогает в издании христианских книг. Он за мной посылает машину, чтобы я приехал, там сказал, встретились и проще. Вот как Бог делает. Это Бог делает. А если бы я его давил, или там, давай митинговать, да у меня ничего не... Да и кто перед кем митинговать? Пьянь. Да дрянь. И ничего ты не возьмешь. А когда он обратился, покаялся, изменил путь, другое дело. Я сижу в камере, буду говорить, ребята, не надо убивать. Ну, не надо блудить, не надо воровать. Ни один не изменится. Но я каждый день там проповедовал. Ночью за мной становились люди, на коленях молились. И они выходят, теперь встречаются совершенно другие. Некоторые в церкви работают. Молитва. Потому что я пять раз в день по часу молился в камере. Молился. И они это все видели. А два часа с восьми до десяти проповедь. Охранники соберутся, дверь откроют, слушают с этажей. Господь позволил победно пройти это колючее поле, заросшее терновником. Поэтому мы должны активно участвовать в создании правильной жизни в городе и везде. Мы хозяева этой земли. И пример, это, конечно, пример, как мы работаем, какой след мы оставляем. Вот у нас, если получится, пожалуйста, мы своими силами, без деревни, ни копейки не взяли. Бесплатно работали. Сегодня мы приехали. Нам вовремя не дали материал. Мы сидели, работали, около 300 деревьев повалили. Деревьев. Сделали три спуска. Вчера снег выпал, сегодня снег. И у меня руки вот такие вот, я не могу согнуть их. Ноги, ничего не чувствуют. И все равно мы закончили работу и нас не хотели везти. Но Бог сделал так, что человек вызвался и привез нас в Барнаул. Теперь мы дома. Первая ночь. Это в каком Барнауле? Это в какой? Какой это регион? Где это? Что там рядом? Какой? Владивосток рядом? Это Барнаул, Алтайский край. Недалеко от Новосибирска. Новосибирск севернее, а мы поюжнее. А дальше Казахстан. Так, хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Можно ли космонавту лететь в космос? Разрешается ли это свыше? Видите, определенно слово космонавт не встречается. В Библии этого нет. Но мы давайте посмотрим. Вот, если бы не было в космосе людей, мы бы с вами сегодня не разговаривали по скайпу. У вас не было бы мобильного телефона, который изобрел Марстин Купер. Этого бы не было. Не было бы интернета, не было бы без них. И Тим Бернер с линии изобрел бы интернет. Надо? Хотя, Мартин Лютер Кинг говорил, давайте сначала порядок наведем на Земле, а потом уж туда лезьте. Но сегодня показано, вот летят сколько спутников, их там тысячи. Вот это космическая связь. Вот теперь беспроводное сообщение. Надо ли, не надо? А первые говорили, не надо. Против телевидения говорили, сатана там. А сейчас у попов, у всех все телевидение. Надо маленько на это смотреть. Как использовать его? Вопрос другой. Как? А знаете, все на двое. Из хлеба можно и алкоголь сварить и упасть. Я понял. Теперь я скажу вам один случай интересный. Вы очень внимательный собеседник. Когда-то я на успение Престой Богородицы, то есть, допустим, сегодня я выехал, завтра праздник. Я приехал вечером в Печерскую Лавру в Киеве. А там сидели такие дедушки-милицианты и сказали мне, а мы не можем вас приютить. У нас мест нет. И я уже хочу спать, уже было пол одиннадцатого вечера. Я не мог нигде устроиться в Киеве на ночлег. Меня не приняли. И когда уже шли юноши, эти, как они, семинаристы так невнимательно меня выслушали. Ребята, мне деваться некуда. Узнать их. Спросите у кого-то. Может, там еще кто-то не спит. Что мне делать? Ну, мы не знаем. Был такой ответ. Четыре человека семинариста, молодых. Ну, мы не знаем. Но если мы кого-то встретим, мы спросим. Думаю, вот это да, вот это семинаристы будущие. Священники будущие. Ну, хорошо. Они увидели эти милицианты старенькие, что я не ухожу, а я говорю, мне некуда уйти. Они предложили пройти в Веденский монастырь, там недалеко, по-моему, квартал или два. Я туда пришел. На что мне было делать? Это было летом. Я туда пришел, шла служба, я зашел, очень красиво, не знал, что это четвертая икона Богородицы есть, я не знал об этом. Такой довольно маленький монастырь, и я простоял на службу и подошел ко мне молодой монах, я говорю, вот такое дело, мне нужен ночлег. Я приехал на праздник в Петерскую лавру. Я правду сказал. Ну, я говорю, а где ваш благочинный? Он говорит, сейчас я все спрошу, я вам скажу. Они там пошушукались с благочинным, благочинный строго так глянул на меня, я же не слышал, о чем они там шептались. Подошел монах, говорит, он вас не благословляет. А я встаю, думаю, батюшка, уже полдвенадцатого ночи или час, что же мне делать, как мне быть? И когда я снова подошел к благочинному, уже я подошел во сне, говорю, как мне быть? Ну, вы же слышали, я вам сказал, я вас не благословляю, пойдемте, я выход покажу. И выгнал меня. Но Господь так устроил, что шли матушки, молодая, мне говорит, пойдемте, поехали на Куреневку, там есть, как же она сказала, монастырь, Лукьяновский монастырь женский или мужской, я уже не помню. И, может, попробуйте там устроиться. Ну, мы расстались, я поехал туда, я взял такси, уже поздно было, около часа ночи. Стучал, 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 стало стыдно, невысокие такие заборы, там не пустили, не было ни звука никакого. И вы знаете, что получилось? Бог послал таксиста молодого, до сих пор, вовремя Андрея, его, спасибо Господи. Говорит, вы знаете, вы уже никуда не попадете, поехали, я вас пристроил, у меня знакомая в медицинском общежитии, комендант, я сюда пристроил. Я так вот, Богородица, позаботилась обо мне и устроил в общежитии. Я пришел, я сейчас сказал, в утро вообще, шли бы нахни, я так возмущался, я туда далекий был. Так как же так, кто же, кто же вам тут угодит, кому вы тут ковры расстилаете, говорю. Они все убегали от меня. С крестами, такие все важные. Ну, как это так, говорю? Ну, ответа не было. Ну, это потом прошло, я еще стих какой-то написал про это. Я был сильно возмущен этим. Как же так, благочимый монастыря, получается, кому ты служишь? И я хочу когда-то поехать в Киеве и поговорить с ним, если он еще там жив и здоров. Как же так получилось? Приехал человек на праздник, не просто переночевать, или что-то украсть, а на праздник. И вы меня, я скажу, выгнали. Я даже неинтересно, я до сих пор это держу, я не знаю, как это так. Я был согласен и в туалете на матрасе переночевать. Это праздник большой, не было в Киеве, раньше такого не было. Но мне милиция сказала о Печенской лавре. Вы понимаете, почему это все, я очень далекий, конечно, от того, что я очень, в городах больших я мало посещаю монастырь. У меня был свой автобус, я людей возил и впочаил. Но то, что в Киеве такое проследие, я этого не ожидал. А я людей возил по монастырям своим автобусом здесь, по области, Чешказской области, в случае четыре монастыря. И они мне сказали, вы знаете, тут такой случай был, такой неприятный. Приняли на ночлег попадную с девушкой, и они переспали вместе. Я говорю, как же так, кто же это допустил? И все, перестали, и после того перестали благословлять. Вот и все. Они, говорят, свернили храм, и после того перестали благословлять людей. Ну вот, пожалуйста. Из-за какой-то халатности наказали других невинных. Вот такой был случай у меня. Поэтому я сейчас очень осторожный стал. Я сильно, я уже ходил в сон, и как-то так думаю, ну как, даже не ехать на вокзал при деньгах, при документах. Это все, что угодно можно было. Ну, таксист молодец, он мне выручил. У нас тут в городе нет таких людей. Таксистов тут в основном такие все рвачи. Ну, может, это и есть. Я не часто пользуюсь услугами, но в Киеве этот парень, дай Бог тебе здоровья, двое для жизни, как он помог мне. Такой был случай, да. Вам что, прокомментировать его нужно? Я думаю, да. Хоть что-то сказать. в том, что в монастыре свой устав, а в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ну, это я знаю. Понятно. Я приехал в Ригу, меня никто не знает и не примет. Я ни слова не говоря пошел на Доугаву, Рика, нашел лодки, вытащенные на берег, под лодку залез и там ночевал. Под лодку. У меня обиды ни на кого нет. Но меня увидела в окошко одна женщина и говорит, подойди сюда. Я подошел, а вы откуда? Я говорю, я из Барнавула, еду в Венспилс, а тут пересадка и задержка с поездом. А ты заходи, я тебя покормлю. Я не прошусь. Видите, Господь видит смирение и дальше начинает. Она говорит, а мы вот приняли, говорят, здесь, цыгане, а они какую-то травку накурили, сделали, мы все уснули, проснулись, даже матрасов под нами нету. Все вытащили, все, что можно было. Но хорошо, что не убили. Видите как? Вот у нас приехали из Санкт-Петербурга, Петрову фамилия, он журналист, с женой Людмилой и двое ребятишек. Их увидел 14-летний пацан, Кулиш Руслан. Он у дяди знал, где хранится ружье. Пошел, засел в кусты и ждал, когда из палатки выйдет, он сразу его убил. Жена выскочила, он ее убил. А ребятишек камнями убил и всех четверых бросил в реку Катунь или какая там тещет. Сам сел на машину, давай кататься. И дали 10 лет, они совершеннолетние. Уже 9 отсидел. В Священном Писании 10 глава 17 стих Матфея написано «Остерегайтесь людей». Остерегайтесь. Серахов говорит «Не каждого человека вводи в дом твой, ибо много злой козни у хитрого». Мы не знаем, а как я это пущу? Так что удивляться нечему. Как так? Хорошо. Если бы вы были там, имели знакомых, вот мы были в Киеве, у нас знакомые, нас прямо из храма забрали, пришли в Тбилиси были, у нас к себе, приехали в Германию, у нас к себе да на несколько дней. Куда мы не поехали, везде. А как же так? Рядом живете, и никого. Я в Москву, у меня столица Москва. Я приеду туда, я в разных местах могу ночевать. И даже там, где монастырский устав, они меня знают. Вас не знают. Они остерегаются, и ничего удивительного в этом нет. Понимаете? Это жизнь. Я хотел попутно спросить, а почему вы бороду бреете, если вы православный? Я? Да. Зачем? А что, все православные должны бороду носить? А у вас иконы есть в фрамах? Да. Ну еще иконы, на иконах бритые бывали хоть раз? Ни одного. На 500 икон ни одной нет бритой. Дальше. И Христос является совершенным образом. Христос с бородой, апостолы с бородами, пророки с бородами, евреи сегодня, которые, хасиды все с бородами, мусульмане с бородами. А вы на кого похожи? Две мамы в одном доме? Зачем вам это нужно? Зачем? У Давыда было так. У него, у отца когда-то дружил там, знакомый был. Ну и послал слух своих. Высказать сожаление, что умер правитель страны. А он, молодой сын, то ему говорят, это, говорит, они пришли не зря, они пришли высмотреть. Это шпионы. Он взял им полбороды, отрезал. Раз полбороды отрезал, обрил. Это означает, бороды были. И Давиду доложили над слугами. Вот так ползали. И одежду полноотрезали. Он сказал, ну что сделаешь теперь? А он сказал, идите в город проклятия Ерихон и живите, пока бороды не отрастут. Даже в Иерусалим нельзя по Ганиному заходить. Они были написаны очень обесчищены. Заметьте, очень, обесчищены. Но когда Дина, дочь Якова, пошла, ее там один изнасиловал, она была обесчищена. А здесь очень обесчищена. То есть это хуже, чем изнасиловать. А вы знаете, как мужчину изнасилован он называет? Это Библия нам говорит, Святая Библия. И поэтому, если вас звать, как звать вас? Владимир. Владимир. Вы посмотрите, князя Владимира с бородой он был. Кому вы подражаете? Вы подражаете языческому миру. Языческий мир думает продлить юность за счет того, ну сбрей бороду, на кого ты похож, да как тебя баба до себя допускает. Это блудодейная ересь, про то папа вакуум называют, блудодейная ересь. Когда ты уверовал, должен бритву сразу отрезать и выбросить. Не прикасайся больше к бороде, Владимир. Не гневи Бога. Ты даже не знаешь, как ты будешь выглядеть. Что ты скоблишь себя? Она растет и растет. Это Бог дал. У женщин, если борода растет, все понимают сорванные гормоны. Ненормально. У мужчины бербитого это ненормально. Есть соголовые. Зачем вам это нужно? Я что-то брат хочет сказать. После микрофона. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я хочу сказать, что был у нас этот вопрос поднят в краме. Вы поближе опуститесь, подвиньте его, чтобы он попал в лес. Вот камера, вот камера. Во-во-во-во. У нас этот вопрос был поднят в краме. Еще когда вначале только пришел, я пришел в 95-м году, и благочинный священник сказал, что город имеет право носить только священники и диаконы. Ну а где он это нашел? Да нигде. Почему бритые? Это попы, которые с Украины к нам приезжают, они бритые. Это католичные. Вы все там под католиками все эти века были. Вот там это униатская церковь. У нас этого нету. Православные христиане никогда борода не брили. Никогда. Посмотрите фильм «Раскол». Показывают там. 18 лет. Все с бородами. Что интересно, вот смотришь, Ленин, Ульянов, он старше 30 лет, а остальным 25. Там бабушки сидят. 7 человек. Все до одного с бородами. Все с бородами. Его отец, Илья Николаевич, и его товарищи сидят. Все с бородами. Некрасов с бородой. Посмотрите, Достоевский с бородой. А у меня причина есть. Мне нельзя часто бриться. У меня, как это сказать, чутитная кожа, и выступают угри. Потому что бреетесь. Если вы не бреете, ничего не будет. Не надо трогать ее бороду-то. И никаких угрей не будет. Это правда. Но вот, если не будешь бриться, у нас правда один, один не бреется. Один. И он, кем он стал? Это старославянская вера, что-то он там... Ближе к Веду, да? Да не знаю. Он один не бреется. Один. А все остальные бреются. Ну и что? По стихиям мира. Почему Фидель Кастр ни на кого не смотрел? Срущем вводил дружбу. У того... Заметьте, вот правильно, по порядку, как общество развивалось. Фридрих Энгельс. Какая борода? Посмотрите. У Карла Маркса поменьше. У Ленина Клинышек, у Сталина Уссо, а у Хрущева даже на голове нет. И все один за другим идут. Мы теряем время. Я хочу еще спросить за иконы. Смотрите, Библия говорит четко, да? Никакого изображения из рук художника. Ну, в общем... Ну да. Исход 20 глава. Так я вот не мог все-таки понять, как же правильно. Я давно уже ищу этот ответ. Протестантам пытаюсь что-то сказать. Так, а смотрите, вот же написано, они говорят, смотрите, никакого изображения. Из рук художника. И так далее. И получается... Владимир, не тратьте время. Понятно. Это сектантский дух. Потому он и сектант называется. Мы должны не 20-ю только главу считать, но до 25-й досчитать. А в 25-й говорит, сделайте изображение. Так нельзя. Бог не может сказать, не делайте, забыть и сказать, сделайте. Не делайте то, что уводит от Бога. И делайте то, что приводит к Богу. По образу небесного сделай. И он видел, как на небе, так и сделал. А вы запишите, я скажу вам где. Из Икииля? Пишите. Я как раз сейчас считаю Из Икииля. Из Икииля, 41-я глава. Нет, запишите. Я сейчас буду читать Из Икииля. Вы не найдете это. 41-й глава, 17-й стих. Тут говорится, чтобы мы делали иконы, чтобы в храмах были иконы, а то сектанты. Они скудаумные, читать не умеют. Там речь идет об Англии. 41-17. Написано, и в храме были изображения, изображения по-гречески, иконы от пола до потолка, снутри и снаружи. И в этот храм пришел Господь и говорит, дом мой. Дома молитвы наречется. Не сказал, что это капище. Дом мой. И после сошествия Духа Святого, на 2-й главе Деяния Апостолов, уже 3-я глава, Петр и Иоанн шли в храм, сейчас молитвы 9-й. Куда они шли? В храм Божий. А в храме были иконы? Были. Вот я вам показываю, где. Вот и все сектантство. Значит, я так ему рассказываю, кто хочет меня послушать, я рассказываю так. Смотри, вот у тебя в руках, у мамы в руках фото сына, который заходится за тысячу и ворота. Ну, мало ли, где за тысячу и ворота от мать. Так если она целует сына, то она целует не бумагу, правильно? Она целует сына. Ну, правильно? Вы по Писанию доказываете. Это их не тронет. Но когда вы покажете, что Христос приходил в храм и выгонял оттуда и говорит, дом мой. А там были иконы. А у вас где иконы сектанта? У нас по образу небесного, у православных. А во втором храме за Рававелем, вот 41 глава 17 цих из Ихилия, говорится, что все было в иконах. И этот храм мы приняли, потому что апостолы его приняли. Никаких доводов сектанты не примут, кроме Писания. И скажите, зачем Бог повелел делать? Там сказал, не делайте, а здесь делайте. Там нельзя делать то, что уводит от Бога. Бог Сааписа делали, Аскрипия, Зевса, Венеры, Юпитера. Нам это не положено. У нас изображение Христа, изображение, какой он был. И глядя на него, мы взор свой возводим к небу. Павел говорит, что он у вас перед глазами как бы распят был. То есть распятие показывал по всей вероятности. Как бы перед вами распят был. Сейчас сектанты ставят кресты на своих молитвенных домах. Внутри своих молитвенных домов рисуют сюжеты из Библии. Они уже по-другому начинают мыслить. Надо ли целовать руки священникам? Заставлять никто не будет. Но если эта рука меня бьет, я ее поцелую. Мудро. Вопросы хочешь? Да. Только громче говори. Простите, я хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот... Вот камера, ближе сюда. Волхвы, которые пришли к младенцу Иисусу Христу. Пишется, что они были... Ну вот камера. Его не видно. К нему подритесь поближе, поближе. Вас как звать-то? Александр. Александр и Владимир. Что они были волхвами и магами? Нет. Тогда слово «волхв» означало звездочеты. Астрологи? Астрологи. Но астрологи не в том понимании, как сегодня, что в газете звезды сошлись, и поэтому будет то-то родиться, то-то. Они увидели, им было предсказано. Потому что значение слова очень сильно меняется со временем. Так они не были астрологами, как у нас в современности? Нет, нет, не были. Они не выражили. Они увидели необыкновенную звезду. А эта звезда, это как некая божественная ангельская сила была. Но они же наблюдали за звездами? Наблюдали. Ну а почему они наблюдали? А потому что через это Господь являл чудо свое звездой у чахуся, как поем на Рождество. Звездой научены были. А дальше мы о волхвах уже не считаем. Господь видел, они этим занимаются, и через это их привел. Через это. Некоторые занимались волшебством, такие как Киприан Карфагенский. И через это нашел его, Господь. Он был маг. Много лет занимался в Египте. Египетскую волшебную мудрость познавал. И вот пришел к нему один юноша и говорит, я полюбил девушку, а она на меня не смотрит. Он говорит, пустяки, я тебе за одну ночь ее приведу. Ну вызвал демона одного и говорит, иди разожги ее. И в ней кровь закипела. А этот оглоид юноша-то, оглоид-то. Он еще чаще стал появляться, а она замуж захотела. А она христианка была, она на колени, давай молиться. А Киприан этот, ну, юноша-то пришел к нему и говорит, она на меня даже не смотрит. Как так? Он вызвал демона, говорит, я ничего не могу сделать. А почему? А она имя распятого призывает. Тогда демон взялся сам за нее. Сделал, что юноша стал летать, как ну подлетать. А она не глядеть ничего. Он вызвал снова дьявола и говорит, ты всегда делал то, что я говорю. Почему она не его? Я не могу. Сила распятого побеждает меня. Он говорит, как? Она призывает его. Если она призывает и побеждает, а что будет, как христиане говорят, когда он придет во второе пришествие? Сатане так не понравилось. Он схватил и давай душить его. Киприан едва вырвался. И вот теперь он пришел в церковь и сказал, я не выйду, пока не сделайте меня христианином. И вот теперь он не волк, а его будут как епископа мучить, он умрет за Христа. Волк был, а сделался епископом церкви Христовой и был усечен мечом. Скажите, пожалуйста, место из Писания книга Судей, пятая глава, кажется, двадцатый стих, где Девора поет гимн о победе над Сесарой, военно-начальником. И вот в этом месте значит такие слова, ну я не буквально потому что а так самосудно, что звезды с неба с мест своих сражались с Сесарой. Да. Как вы понимаете? Ангелы помогают. Иногда Господь камни бросает с неба и от камней погибло больше, чем от оружия. Ангел идет и ангел сражает. Никого ниоткуда нет. Вот пошел Юлиан отступник, христиане должны быть побитые, пошел в Персию, демон явился и повел. И он зашел к Василию Великому, Василий Великий. А Василий Великий вышел с караваем хлеба его приветствовать. А он взял хлеб, отдал коню, а взял сено у коня и дал Василию Великому. И те стали молиться. И была икона Меркурия. И вдруг видят, рама пустая, в иконе никого нет. И он говорит, Господи, останови безумие этого императора. Он вероотступник назывался, Юлиан отступник. Был христианином, а сделался язычником. И вдруг икона пустая сделался. Прошло мгновение какое-то, и в это время икона снова появилась. из копья капает кровь. А там встанет, неизвестно откуда явился какой-то воин, и ударил его копьем в живот, низ живота. И он уже опрокидывается на спину под шелом под этот, который у него защитный стоял, а кольчуга запускает руку и бросил кровь в небо и говорит, ты победил галилеянин. То есть он знал с кем и молитва победила его и с неба пришел святой Меркурий и поразил его. Вот вам ответ. А вот место первая страница книги бытия и место книга Иова, где Господь Иову говорит, а видал ли ты, что там на небе, как оно все происходит. И вот значит эти два места говорят о господстве неба. О господстве неба? Да-да. Какое господство? Слово господство неба, там нету таких слов. Почему? Нету. Нету господства неба, нету. А вы посмотрите. Нет, мне смотреть не надо, я знаю. Господства нету. Есть господство с большой буквы. Апостол Павел только упоминает, ни у Иова, ни у Моисея этого нету. Я могу вам открыть. Откройте. Откройте. Вы там ничего не найдете. Таких слов там нет. Подожди. Скажите, пожалуйста, у нас сколько, полтора года? Да, пускай найдет. Убедится, что там нету. Вот из семь месяцев у нас ушла мама. Господу. И вот брат очень часто к маме ходит на полу. Я хочу сказать, почему ты лезешь мне в душу. Я не в душу лезу. Это не твое дело. Это не твое дело. Очень часто раз в неделю ты ходишь, это мое дело. Можно ли так часто ходить на кладбище? Говорит, я не могу, вот я не могу, мне надо пойти. Очень часто Христос сказал, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Эти люди другого, может быть, и не знают. А может быть, ходят проповедовать тем людям, которые ходят хоронить. Считает это удобным моментом, чтобы рассказать о смерти человека, чтобы люди задумались. Я не знаю, с какой целью они ходят. А если лежат, то эти трупы лежат, ничего не знают. Душа ушла к Богу, в рай или в ад. Мы не знаем, где она. Прошла ли она мытарство или сорвалась вниз. Это надо конкретно с человеком узнать. Ходить на кладбище зачем? Вот я приезжаю в год раз, но один раз в год я схожу на кладбище, маме поклонюсь на могиле, поплачу там, где я ее обидел, попрошу прощения. Все на этом. Попрошу, чтобы она молилась за меня, она христианка была. У нас мамочка умерла на 40 святых в субботу рано утром. 22 марта. Да, 22 марта, на 40 святых. Вот видишь, сейчас год. Видишь? И еще такой вопрос. Саша увлекается гороскопами сильно. Можно ли их читать? Нельзя. Это волшебство, колдовство. Сожечь надо, не передай, в печь, в печь бросить. Ну, считай, читай. Нельзя даже считать, нельзя прикасаться, глаза не порти. У тебя есть вопрос? Ну, вы задали, я вам ответил, а вы же их делайте, как вам уже на сердце будет. Ну что, Владимир, все? Сейчас еще спрошу, сейчас. Значит, сейчас у меня много их. Вы уже просто устали, да? Ну, просто у нас уже время 12 час, а мы встаем всегда в 4.40. Так что... Все, хорошо. Добренько, значит, я очень хочу, чтобы мы в следующий раз с вами побеседовали, когда будет у вас возможность. Добренько. И попалитесь, пожалуйста, за нас. Ну, хорошо. Да откроет вам Господь всю истину и дарует духовное рождение свыше, и чтобы бороду больше не прикасались. В следующий раз вы, если выйдете сюда, чтобы были с бородой. Все, храни вас Господь Александр и Владимир. У нас еще брат Борис, самый старший. Да поможет Господь. Видите, люди называют как. И у меня вот рядом Владимир стоит. Вот он, посмотри его. Ну-ка, видно, нет? А у нас называли посвятцем. У меня старший брат Самуил, я Игнатий, меньше меня Яаким. Видите как? У меня дядя по матери Макари, Филарет, Эммануил. Вот у вас патриарх Филарет есть. Ну, с Богом. Спасибо за теплое, доброе общение. Храни вас Господь. Мы желаем мира Украине и за Порошенко молимся каждый день. Спасибо вам за добрые слова. Да, мы желаем мира России и Украине. Для нас Украина это не другое государство. Мы единый народ. Единая вера. Мы братья. Спасибо вам. Храни вас Господь. До свидания. Отходите. Доброй ночи вам. До свидания. Аллилуйя. Спасибо большое. Все. Это у вас обманчиво. Сейчас 11 час. Сейчас не надо. Надо вставить.